В арбитражном суде Чувашской республики начинается беспрецедентный процесс. Мария Чебоксар подала иск застройщику микрорайона Байконура признанием многоквартирного дома самовольной постройкой. Доводы обеих сторон выслушала наша съемочная группа. Яблоком раздора между администрацией города Чебоксара и фондом помощи вынужденным переселенцам стал вот этот вот дом за моей спиной. Разногласия длится уже как минимум лет пять, но тем не менее дом построен и в конце мая первые жильцы уже могут получить квартиры. Снести нельзя оставить, где ставить запятую решит суд. Конфликт сторон начался еще в конце 2010 года. Первоначально на этом месте должен был быть построен детский сад на 200 мест. Но оказалось, такого количества детей в микрорайоне нет. Да и средств на ближайшие пару лет на строительство дошкольного учреждения в городском бюджете не заложено. По словам Валериана Тихонова, после переговоров с главой города тех лет было принято решение строить на этом месте дом с пристроенным детским садом. Но, как утверждает застройщик, документы на строительство ему так до сих пор не подписали. У нас есть решение судов. Одно дело, другое дело. Мы весь микрорайон построили на основании разрешения, выданного нам в 2004 году. Весь микрорайон, восемь домов до этого. Это уже девятый дом. И оно у нас действовало до 1 января 2011 года. И если бы городский план был бы выдан, на основании этого, автоматически это разрешение было бы продлено именно на дом с детским садом. Вот и все. В администрации гордо утверждать, что не было бы проблемы, если бы Тихонов вовремя и как положено прошел все необходимые процедуры, чтобы узаконить строительство дома. Администрация города двухлетней переписки с фондом предлагала внести изменения в проект застройки. Согласно законодательству необходимо было пройти публичное слушание. Также было издано распоряжение на основании письма фонда переселенцев от 31 августа 2012 года о начале разработки проекта застройки для последующего рассмотрения на публичных слушаниях. Однако до публичных слушаний дело так и не дошло. А вот в судах фонд появлялся регулярно. Тяжбы шли с Минстроем и со службы судебных приставов. Приставы не смогли выполнить постановление о запрете строительства. При этом администрация города не против строительства. Как утверждает начальник правового управления, их требование только соблюсти все процедуры. И если был запланирован садик, то нельзя строить дом без изменения градостроительного плана. По расчету управления архитектурой для строительства жилого дома с пристроенным садиком нужно 8,5 тысяч квадратов. У него до октября 2012 года был договор аренды, но на 2700 квадратов. В любом случае земли не хватало и требовалось получение дополнительного участка. А для этого нужно было опять-таки возвращаемся к тем процедурам, соблюсти те процедуры, которые предусмотрены законодательством. Сейчас будущие жильцы дома создали жилищно-строительный кооператив «Сокол». И вряд ли будут рады, если суд вынесет решение снести дом. Но закон есть закон, и его надо соблюдать. Последнее слово за судьями. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.